сердце это двигатель посредством которого мы живем вот отсюда начинаются все искренние намерения и благие поступки сердце это фильтр и она работает не покладая рук 24 часа в сутки а саламу алейкум дорогие телезрители с вами программа семейный доктор сегодня специалисты института кардиологии внутренних болезней расскажут нам о врожденных пороках сердца и какие эффективные методы лечения существуют не переключайтесь будьте с нами врожденные пороки сердца группа заболеваний объединенных наличием анатомических дефектов сердца его клапанного аппарата или сосудов возникших во внутриутробном периоде приводящих к изменению внутрисердечной и системной гемодинамики а саламу алейкум как ваши дела хорошо рады видеть вас в нашей клинике мы тоже очень рады вот приехали к вам в ваш институт снимать программу семейный доктор и в рамках программы мы тут сейчас выбрали вну из актуальных тем касательно именно врожденных пороков сердца очень приятно сель чтобы к нам заглянули в гости очень большую тему вы затрагиваете врожденные пороки сердца очень обширная тема часто встречаем и у нас это дефекты межпресердной перегородки дефекты желудочковой перегородки открытая артериальный проток они по частоте встречаемости около 10 процентов всех пороков врожденных сердца но если брать статистику то один процент встречается врожденных пороков сердца у новорожденных это очень большие цифры какие причины могут способствовать возникновению этой патологии врожденные пороки сердца во первых причина возникновения конечно внешние факторы это экология генетические мутации сердце и конечно инфекционные заболевания которые приводят при внутриутрудном развитии ребенка плода генетическим мутациям аномальном развитии различных органов в том числе и сердце какие из этих пороков сердце часто встречается на сегодняшний день часто встречаем и врожденные пороки сердца это дефекты межпресердной перегородки дефекты межжелудочковой перегородки открытый артериальный проток так называемый баталов проток которые в норме конечно до года они должны закрываться но в дальнейшем если они остаются того приводит таким пороком сердце как вообще выявляются эти врожденные пороки сердца конечно право на раннем этапе выявляются еще при патронтаже женской консультации при внутриутробных узи плода являются такие пороки сердца при рождении уже большинство детей диагностируются пороки сердца вот если у человека врожденный порог сердца да какие жалобы он предъявляет и какая симптоматика если при утром развитии плода упускаются врожденные пороки сердца то при рождении ребенка конечно нужно будет обратить внимание на младенца при грудном скармливании у ребенка часто носогубный треугольник снеет синюшность появляется быстро утомляемость устает то есть долго ребенок не может скармливаться появляются такие частые простудные заболевания ребенка когда ребенок уже взрослеет становится уже начинает бегать то у детей конечно в первую очередь появляется одышка быстро утомляемых то есть если наблюдать за ребенком то на улице когда бегают сравнение со сверстниками они быстро устают останавливаться присаживаются чтобы отдохнуть иногда появляется у них и более сердце сейчас в стационарном отделении есть ли у вас пациент который лежит именно с врожденным пороком сердца да конечно на днях он к нам поступил под пациентка врожденным порока сердца незраченным артериальным протоком боталовым протоком так называемым как раз мы вчера буквально нее прооперировали она сейчас находится в отделении в палате можем пройти к нему вот значит пациентка да это наша пациентка она у нас ранее находилась на стационарном лечении во время беременности когда был выявлен врожденный порог сердца после обследования мы бы рекомендовали провангирует беременность и после рода разрешения путем кесаро сечения пациентка была госпитализирована на оперативное лечение я родила 1 января то есть до родов не оказалось врожденный порок сердца а у меня были одышки я в обморке падала и не посоветовали сходить к врачу кардиологу я вот так и сделала получается у меня диагноз врожденный порок сердца открытый артериальный проток и буквально вчера мне сделали операцию сейчас я себя прекрасно чувствую ничего во время операции операции я вообще ничего не почувствовала то есть был местный наркоз и сейчас все хорошо после хирургического вмешательства пациентов обязательно повторно обследуют на аппарате узи эхокардиографию сейчас проводим этой методикой мы определяем за счет структурные изменения сердца ну допустим клапанное поражение сердца врожденные пороки сердца определяем с помощью этого аппарата и наблюдаем в динамике до операции посмотрели если до после операции все результаты и потом в динамике смотрим контрольно больные приезжают их оцениваем функциональное состояние сердца и структурное изменение сердца оценивается посредством этого аппарата метод называется эхокардиография на данный момент у нас лежит пациентка который поставили был у нее врожденный порог сердца открытый артериальный проток и не сделали значит эндоваскулярную операцию окклюзировали открытый артериальный проток гагностику в общем-то после операции сразу смотрим потом перед выпиской через десять потом они ежемесячно до полугода приходят то есть мы контрольно смотрим в динамике до полугода больных наблюдаем а потом эта методика которая проводится в принципе раз в год сейчас ее состояние сердца после того как окклюзировали открытый артериальный проток естественно нормальная она будет считаться уже практически здоровым человеком ну хорошо что пациентка вовремя обратилась до к вам ее обследовали и сейчас вроде бы вот у нее все в порядке да а что может произойти если человек вовремя не обратиться к специалисту и какие осложнения могут быть и к чему это может привести если вовремя не обращается пациент за медицинской помощью и если был выявлен в позднем сроке порог сердца то приводит к тяжелым последствиям а именно сердечной недостаточности средстве высокой легочной гипертензии ну давайте теперь заакцентируем свое внимание на методах лечения какие методы лечения существует но если рассказать о методах лечения то всегда была классическая операция это открытый метод операции то есть путем разреза грудной клетки путем остановки сердца под искусственным кровообращением выполнялись коррекцию врожденных пороков сердца на сегодняшний момент медицина может предложить малоинвазивную хирургию эндоваскулярный метод лечения так называемым путем прокола и прохода через сосуды у сердца мы диагностируем подтверждаем данный порог сердца и если есть возможность что мы закрываем эндоваскулярный методом лечения так называемую акклюдерной технологии дорогие телезрители сейчас мы прошли в операционный блок кардиологического института внутренних болезней где будут проводить рентгена эндоваскулярную операцию на сердце вот сейчас на данный момент аж пальчики начинают потеть и мурашки по коже ведь это новомодный метод операции сейчас вы все увидите сами расскажите пожалуйста нам о процессе общей операции как все происходит ну вообще вот это вот это называется рентгеноперационная в данной операционной в нашей специальности все операции проводятся под рентгеном но не под противным рентгеном а именно нужна ангиографическая установка и все манипуляции производятся без реза без наркоза через один прокол как правило в бедренная артерия или в бедренной вени сейчас можем пройти в операционную пок Dre очень как ее от операция конечно в реальном в реальном времени людей давайте посмотрим то есть вот значит получается сейчас проводят операцию при врожденном пороге сердца в данном случае идет операция, как видите, больной в сознании. Рентген-хирург выполняет в данном случае операцию, это закрытие окклюдером дефектно-беспечительной перегородки. Раньше, еще буквально 20-25 лет назад, все эти операции делались открытым методом. Это через большой разрез, через большой наркоз, и это по себе операция была очень травматичная. На данный момент такая операция занимает где-то от получаса до полутора часов времени. Это зависит от сложности, от анатомии, но, в принципе, пациент в это время находится в сознании, и, как правило, осложнения тут бывают крайне-крайне редкие, и то они минимальные, с которыми мы можем справиться. Поэтому сейчас мы можем теперь поглядеть, как, в принципе, эта процедура производится. Буквально. Не постоянно стоит сам врач, да? Сам эген-хирург. Что вот у него? У него какой-то аппарат на ушах? Это на голове, это специально переговорное устройство с мониторингом, чтобы не кричать через дверь. У него есть ассистент-напарник, который сидит, в мониторной. И какие-то, если нюансы, они между собой переговариваются и подсказывают друг другу, может, дискутируют, может быть, обсуждают данный случай. Но чтобы двоим людям не обучаться в одной операционной, один сидит более безопасно, без рентген-защиты, в мониторной. А рентген-хирург непосредственно с рентген-защитой оперируют непосредственно у ангиорфической установки. А после операции, скажем, сколько человек в себя приходит по времени? То есть реабилитации? Реабилитации как такой нету. Потому что пациент, он в сознании. Наркоза нет. И он не спит. А сразу после операции пациент приводится в общую палату. К себе в общую палату. Никакой реанимации здесь совершенно не надо. То есть стационарное отделение? Стационарное отделение. В среднем госпитализация у таких пациентов занимает 5 дней. Вот он в понедельник поступил, мы в пятницу уже его выписываем. И он, в принципе, может буквально после выпуски заниматься своей трудовой деятельностью. Он совершенно полноценный человек, может вести обычный образ жизни. Единственное ограничение – это не заниматься, по крайней мере, временно сильными физическими нагрузками и спортом. В течение двух месяцев. После двух месяцев он может и спортом заниматься, и давать полную нагрузку. Пока щадящие режимы в течение двух месяцев буквально. Ну вот смотрите, а какие могут быть осложнения в процессе операции или после операции? Ну в процессе операции могут быть… Ну они совершенно просто… Ну какое может осложнение? Что окклюдер, он не встал, не зацепился. Ну мы же это сразу видим, мы просто его убираем. Значит он не подходит этому пациенту. Или какая-то такая анатомия более сложная, что… Ну это будет крайне редко. Крайне редко, но при этом это не считается осложнением, это просто трата материала больше. Потому что, к сожалению, этот окклюдер, он одноразовое использование. Если он у пациента не встал, ну как мы хотим, так скажем, как нужно, то если есть какие-то сомнения, что он неправильно установлен, то мы просто убираем, его приходится просто выкидывать. Это лишние, конечно, расходы для любой клиники, любого института. А от таких особых осложнений практически, ну я не встречался и практически. Дорогие телезрители, ну конечно же отдельные, дельные советы, пожелания врача. Если вдруг у вас появились ниже перечисленные симптомы и признаки, что нужно делать? Ну конечно нашим телезрителям хотелось пожелать, если появились ниже перечисленные жалобы, конечно нужно обратиться к специалиста. Не заниматься самолечением, вовремя проходить скрининг. То есть в поликлиниках проводятся водоросные скрининги, от которых нельзя отказываться и проходить обследование. Конечно, если вовремя обратиться к специалистам, это может привести к тяжелым последствиям, к инвалидности, в ходе до летального исхода. И в конце нашей программы, дорогие телезрители, хочу процитировать слова нашего достопочтенного пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Он говорил, что есть в человеке кусочек плоти. Будучи хорошим, оно делает и все тело хорошим, а будучи плохим, оно приводит в непригодность и все наше тело. Поистине это наши сердца. В следующей программе, дорогие телезрители, мы с вами поговорим и врачами Института кардиологии и внутренних болезней о приобретенных пороках сердца. Ну а на сегодня все. Берегите себя и будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!